Сегодня мы с вами сделаем подход к теме, как развить свой потенциал и приобрести уверенность в себе, совершенно новым подходом. Для начала мне бы хотелось рассказать вам о том, что такое вообще в принципе поток нашей жизни. Поток нашей жизни это когда я отсюда выдвижусь во все стороны, в которые я хочу, и удаляюсь максимально далеко от того места, где я была в самом начале. То есть это и есть жизнь, движение и развитие. В момент, когда мы в этом развитии и в этом движении идем не по прямой, вдаль, а начинаем бегать по кругу, мы зацикливаемся внутри какой-то ситуации. Неуверенность в себе и невозможность раскрыть свой потенциал, это и есть вот эта зацикленная ситуация движения по кругу. Сейчас я расскажу вам, как этот круг образовывается, что внутри него происходит, и конечно в конце поговорим о том, как из этого круга выйти и разорвать наконец-то эту цепочку, чтобы снова превратить ее в длинную линию, такую стрелу, на конце которой обязательно будет острый наконечник, и которая будет устремлена вдаль, неизвестности, но очень приятной и манящей неизвестности. Как формируется замкнутый круг? Когда мы в детстве ощущаем очень большой объем требований, и чем больше объем требований мы ощущаем по отношению к себе, тем больше объем давления происходит. Мы постоянно должны чему-то соответствовать, мы постоянно должны за что-то бороться. Часто родители прикрывают это такими фразами, как «Мы делаем тебя сильной», «Мы приучаем тебя к тому, что мир жестокий», «Мы формируем у тебя стержень», «Мы делаем тебя сильной». На самом деле в этот момент они не делают нас сильными, они наоборот делают нас слабыми, потому что ударяют в самую уязвимую точку уверенности. Они формируют идеал и образ, в котором мы никогда не можем соответствовать, когда мы не можем выполнить ничего, мы не формируем уверенности. Мы, наоборот, формируем полное и целостное разочарование. Получается, что у нас сформировали очень большое требование к нам. Для того, чтобы как-то, в принципе, сбалансировать этот мир и понять, что я не настолько ущербный, что я не настолько разбитый и ненужный, человек автоматом начинает эти требования транслировать к другим. Происходит так называемое зеркало. То есть, если ко мне так много требований, которые уже теперь я сам себе выдвигаю, сначала их выдвигали родители, но теперь я уже делаю это сам с собой, значит, и я буду выдвигать столько же требований к другому миру. То есть, все в другом мире тоже должно быть. Идеально, симметрично, ровно, красиво, отношения идеальными. Ни в коем случае никто не должен никого обижать. Обязательно гипертрофированное чувство справедливости. Обязательно гипертрофированное ощущение любой боли, которая приходит. То есть, все это является уже моими требованиями к этому миру. Отношения должны быть только с идеальным мужчиной. Отношения должны быть любящие. Про мои мысли должны догадываться. Все должно удовлетворять только по малейшему моему требованию. То есть, все должно быть снова-таки идеально гипертрофировано. Когда это происходит, мы начинаем резко отталкивать людей. Но согласитесь, когда человек требователь на себе и требователь на к другим, все остальные предпочитают просто разбежаться. Потому что соответствовать этому невозможно. Зачем бороться за то, что недостижимо? После того, как все разбегаются, и мы автоматом отталкиваем других людей, мы образуемся в так называемой изоляции. Мы вроде бы как сами наедине с собой, со своими завышенными требованиями и идеалами. Как к себе, так и к другим. И в этот момент того, что мы остаемся одним, начинаем очень резко ощущать основные признаки того, что я никому не нужна. В этот момент и так хрупкая самооценка, и так не до конца сформированная уверенность в себе просто разрушается в хлам. И такое, знаете, чистое поле, на котором формируется замкнутый круг. То есть, я никому не нужна. Мы повышаем требования к себе в этот момент. Значит, я стану еще лучше. Я стану еще круче. Я буду еще идеальнее. И тогда точно другие захотят быть со мной. Но мы начинаем снова зеркалить эти требования к ним. Что если вы хотите быть со мной, то вы тоже должны быть идеальны. Этим их отталкиваем. Они разбегаются. Мы остаемся одни. И снова приходим в точку. Я никому не нужна. Я никому не нужна. Я стану еще лучше. Так меня учили родители в детстве. Так они говорили мне. И мы движемся по вот этому кругу, из которого мы никак не можем выйти. Мы вроде бы все делаем правильно. Мы вроде бы все время стараемся, чтобы все стало лучше, красивее, идеальнее. Но при этом все равно все замыкается в то, что это никому не нужно. И мы остаемся в той же самой точке. Не раскрывается наш потенциал. Не укрепляется наша уверенность. А такое голое, чистое, выжженное поле, на котором ничего не может выжить. И только один единственный, тот человек, который на нем стоит самостоятельно, просто страдает. Как разорвать это поле? На самом деле необходимо начать именно с точки самого начала. Требований к себе. Не требований к другим. И не с точки зрения их повышения, а снижения. Необходимо расслабиться. Необходимо отпустить какую-то ситуацию. Необходимо разрешить себе то, чего не разрешали. Необходимо начать перестраивать внутри себя не обязательно с точки зрения завышения требований. А отпускать и отпускать и отпускать и отпускать. Часто нам кажется, что это нереально, но это так и есть. Мы самое лучшее в своей жизни получаем с легкостью. Мы прикладываем для этого усилия. Мы живем в этом. Мы горим этим. Мы хотим этого. Я ни в коем случае не говорю, что мы просто тупо лежим на диване, и на нас это падает. Но при этом мы не перенапрягаемся. Мы не делаем это как-то через срыв. Мы делаем это в каком-то степени комфорта. И ощущаем удовольствие от процесса того, что происходит. Зайти в это состояние необходимо самым естественным образом. И, конечно, разорвать этот круг можно только оказавшись в этой точке. В точке расслабления. Снижение требований к себе и автоматом снижение требований к другим. И в этот момент как-то начинают открываться возможности. Там, сям. Люди начинают больше притягиваться. Люди начинают появляться в поле зрения. А они дают уже дальше качественную обратную связь. Что типа, о, классно, и это хорошо, и это хорошо. И это начинает подкреплять самооценку, уверенность в себе. В этот момент открывается какая-то своя внутренняя сторона. О, так у меня же вот это круто получается. И это, оказывается, и есть тот потенциал, по которому все топтались и не замечали. Для того, чтобы он проявился, нужно пройти через собственную оценку самого себя для самого себя. Это непростой процесс, но пройдя его, этот круг можно разомкнуть. И тогда и формируется вот та стрела, устремленная вдаль, по которой мы движемся туда, куда мы хотим. Выбор остается за вами. Бегать по кругу или двигаться, пусть неизвестную, немножко пугающую, но такую манящую даль. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, и мы встретимся в следующих видео.